В этом выпуске упоминаются сплошные агенты Ирина Тумакова, Илья Яшин, Юрий Дудь, Олег Орлов, Общество Мемориала, Ирина Шикман, Анастасия Татулова. Привет, друзья! Это подкаст «Смотри в обе». Я Ирина Петровская. Это текст под названием «О чем баба плачет?» Под заголовок на ГОСТ-ТВ сначала поют, потом пугают. Выходные в моем стареньком компьютере окончательно загнулся Ютуб. Смотреть привычные Ютуб-каналы на маленьком экранчике айфона верно и погибли глазам. Посему включил телевизор после долгого перерыва. Вы не поверите, после не лет даже, а десятилетий профессионального едва ли не круглосуточного телесмотрения, несколько месяцев назад как отрезало. Тихо стало в доме. Никто не орет и не беснуется из вечно работающего ящика. Потихоньку успокаивались и нервы телекритика. Ну вот, снова включила. Повторю, в воскресенье, когда из Курской области поступали все более и более жуткие новости, а в трех приграничных областях страны объявили режим КТО, контртеррористической операции. И буквально потерял дар речи. В телевизоре во все разливалась воскресная благодать мирной жизни. Патриотически настроенных блогеров бесит, что в благополучной Москве, особенно на пресловутых патриках, царит бесконечное веселье. Они сетуют, что это веселье жирующей, пирующей Москвы. Есть прямое издевательство над теми, кто воюет, а также над мирными россиянами, вынужденными бежать из-под обстрелов. А что же в общедоступном телевизоре, рупоре государственной идеологии и проводнике правильных патриотических настроений? Ой, а там отнюдь не московские мажоры, а самые настоящие представители народа из российской глубинки беззаботно распевают песни от всей души под предводительством своего кумира Андрея Малахова. Да какие песни! Тон всему выпуску задает молодой мордатый мужик из Тульской области с песней собственного сочинения. Не удержусь и процитирую, ни одной же мне переживать эстетический шок. Баба хочет мужика, плачет ночью иногда. Жизнь у баб нелегка, баба хочет мужика. Первое, конечно, что приходит на ум, вопрос, куда делся ее мужик и о чем баба плачет. Ответ-то в контексте происходящих событий очевиден, но не у тех, кто собрался в студии. Песня произвела на женскую часть публики ошеломляющее впечатление. Бабы не только подхватили залихватский припев, но повскакивали с места и пустились в пляс. Одна из участниц шоу, самая, скажем так, корпулентная, без всякого смущения призналась, эта песня про меня и принялась активно охмурять автора народного хита. Но тут подоспела могучая комплекция мама автора и исполнила, не без труда воспроизводя мотив, хит Любы Успенской к единственному нежному «Бегу по полю снежному». Воображение немедленно нарисовало эту апокалипсическую картину. Переключилась от греха на Первый канал, и там поют. Но не самородки из глубинки, а звезды. Их звездные дети в шоу «Две звезды, отцы и дети». Жюри, покрываясь коллективными мурашками умилений, выставляет высший бал каждому дуэту, потому что среди родителей все свои, и критика их великовозрастных отпрысков, не всегда попадающих в ноты, может травмировать как отцов, так и детей. Среди членов жюри обнаруживается велеречивый Дмитрий Дебров. Хоть и отставленный от программы «Кто хочет стать миллионером», но не брошенный на старости лет сердобольным руководством Первого канала. Он время от времени вносит живинку в общую судейскую благостность, сообщив, например, всей честной компании и зрителям, что сын певицы Алены Сверидовой вполне мог бы быть их совместным ребенком. Господа офицеры, молчать. Захар Прилепин сокрушается. Ради этого всего закрыли Ютуб. Ради вот этого карнавального бесстыдства, это я уже цитирую, звезды на пляже, звезды на коне, звезды обсуждают звезд задом наперед, ржем прямо, ржем в кость, ржем сикоснякось. Прилепин разносит пух и прах так называемые патриотические видеосервисы. Но телевидение тоже подходит под его формулировки. Правда, и народец, честно сказать, подкачал, но никак не получается заразить его боевым духом. Сопротивляется. Все, а не только столичная молодежь с патриарших, желают петь и веселиться. И телевидение, заложник рейтинга, удовлетворяет именно этот запрос общества, ибо жить в обществе и быть от него свободным никак не может. Впрочем, песни и пляски рано или поздно перетекают в том же государственном эфире в программы, призванные обеспечить такие патриотические подъемы, ярость благородную, не сея при этом панику и не провоцируя излишнюю тревожность. Евгений Попов, ведущий итогов воскресных вестей, сменяющий в эфире поющего Малахова, докладывая обстановку, всем своим видом излучает уверенность, что враг будет разбит и победа будет за нами. И слова подбирает соответствующие. Массированная атака со стороны киевского режима на приграничный район Курской области пресечена. Попытки прорыва противника отражены. Ситуация стабильная, но очень напряженная. В Курской области уже стянуты значительные резервы наших войск. Продвижение врага остановлено. Это признает даже американская пресса. Но обстановка сложная все еще. Наша авиация и артиллерия бьют по наступающим частям и не дает укронацистам продвинуться вглубь. В Курской области достаточно медперсонала и лекарственных средств. Помощь людям оказывают в пунктах временного размещения. Вот мальчишки играют в футбол. Вот столовая, где кормят вкусно и обильно. Даже мясо дают. Удивляется один из беженцев. Вопрос о выплатах пострадавшим решен. Эту помощь от государства на первое время. Все надеются, что ситуация скоро разрешится, и все вернутся домой. Ситуация, значит, запоминаем. Центральный сюжет программы. Дефирам Попова тяжелой огнеметной системе или Тосочки, как ее нежно прозвали наши бойцы. Попов с восторгом пацана, играющего в войну, описывает огромную разрушительную силу Тосочки, не оставляющую врагу шансов выжить. Так победим. А уже в ночи приходит почерневший от злости государственный человек Соловьев и предлагает не только подтянуть к району боестолкновений Тосы, но и долбануть, наконец, тактическим ядерным оружием по центрам принятия решений противника. Спит спокойно, дорогие сограждане. Завтра, если оно наступит, снова споем. А теперь мои рекомендации. Нежный, ядерный, бомбический в прямом смысле слова выпуск командировки на YouTube-канале «Номедиа из России». Ученый-физик, профессор Пермского Госуниверситета Анатолий Волынцев в официальном письме, направленном приемной президента, предложил Путину нанести ядерный удар по Украине. Он, видите ли, все рассчитал, называет этот удар нежным и обещает минимальные жертвы. Спецкур «Новой газеты» Ирина Тумакова побывала у этого профессора дома и подробно расспросила. А вы, дорогие друзья, не только сами посмотрите наш выпуск, но и максимально распространите его на своих ресурсах. Страна должна знать своих людоедов в лицо. История блокадницы Людмилы Васильевой, которая хотела стать губернатором Петербурга. Героиня фильма Нина Петляновой и Алексея Душутина, 83-летняя Людмила Васильева, неизменная участница акций протеста, решившая пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Увы, ее штабу не удалось собрать необходимое количество подписей жителей города и муниципальных депутатов. В фильме она рассказывает, зачем выдвигалась на пост главы родного города, не опасается ли последствий и что будет делать дальше. Первое большое интервью после тюрьмы Ильи Яшина Юрию Дудю. Кстати, последнее интервью перед арестом он тоже дал Дудю. Илья Яшин рассказывает журналисту детали недавнего обмена, описывает подробности тюремного быта и тюремных нравов, пытается представить свое политическое будущее. Этот выпуск набрал уже 6 миллионов просмотров. Еще один политзаключенный, освобожденный в ходе недавнего обмена, правозащитник Олег Орлов. В интервью немецкому русскоязычному каналу «Оствест» он рассказывает о том, как проходил обмен, как прошла встреча с канцлером Германии Шольцем и коллегами по мемориалу, и каково ему в 71 год осваиваться в новой жизни в Германии. Анастасия Татулова «Спор с Путиным. Обыск. Жизнь с нуля в Португалии». Известная российская предпринимательница и основательница семейных кафе Андерсон в разговоре с Ириной Шихман объясняет, почему вынуждена была эмигрировать из России, вспоминает, как ее буквально выдавливали из родной страны, рассказывает о новой жизни в Португалии и новых бизнес-проектах. С вами была Ирина Петровская, подкаст «Смотри в оба». Пожалуйста, читайте, смотрите нас, отмечайте, лайкайте. Ну и до новых встреч. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok